В томительный мороз, вокруг меня снега, оцепенели. Оцепенели маленькие ели, и небо было тёмное, без звёзд. Какая глушь. Я был один живой, один живой в бескрайне мёртвом поле. Вдруг тихий свет, приградившийся, что ли, мелькнул в долине, как сторожённый. Я был совсем, как снежный человек, входя в избу, последняя надежда. И услыхал, отряхивая снег, «Вот печь для вас и тёплая одежда». Потом хозяйка слушала меня, но в тусклом взгляде жизни было мало. И неподвижность, сидя у огня, она совсем, казалось, задремала. Как много жёлтых снимков на Руси в такой простой и бережной оправе. И вдруг открылся мне и поразил жестокий смысл сиротских фотографий. Огнём враждой земля полным-полна, и близких всех душа не позаботит. Скажи, родимый, будет ли война? Нет, говорю, наверное, не будет. Дай бог, дай бог. Ведь всем не угодишь, а от разбоя пользы не прибудет. И вдруг опять. Не будет, говоришь? Нет, говорю, наверное, не будет. Дай бог, дай бог. И долго на меня она глядела, как глухонемая, и головы седой не поднимая, опять сидела тихо у огня. Что снилось ей? Весь этот белый свет, быть может, стал преднею в то мгновение. Но я глухим бренчанием монет прервал её старинное видение. Господь с тобой, мы денег не берём. Что ж, говорю, желаю вам здоровья. За всё добро расплатимся добром, За всю любовь расплатимся любовью. Спасибо, русский огонёк, За то, что ты в предчувствии тревожном Горишь для тех, кто в поле бездорожном От всех друзей отчаянно далёк. За то, что с доброй верой дружа Среди тревог, великих и разбой. Горишь, горишь, как русская душа. Горишь в Англии, нет тебе покоя.